Привет! Сегодня продолжаем серию роликов про то, как настраивать рекламу на Озон. И в сегодняшнем дне я хочу рассказать о трафаретах. Как обычно, исключительно о моем опыте работы с ними. И на практике покажу, как это все настроить, как это все время было настроено у меня. Опять же, напоминаю, что на этом канале есть уже ролик, в котором я затрагивал трафареты. Это про общую рекламу Озон. Ну и обязательно посмотри про продвижение в поиске. Давай приступать, но перед этим обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Это очень важно, так как поможет продвижение видео, и я смогу снимать для тебя гораздо больше крутого контента. И смотри, перед тем, как мы начнем, заранее уточнем, что если ты еще не вышел на Озон, не зарегистрировался на нем, то обязательно вот этот промокод даст тебе 5000 баллов, которые ты сможешь потратить как раз-таки на трафареты. И это даст тебе изначально хороший буст, а что самое главное, даст тебе возможность ошибок не за свой счет, а за счет Озона. Поэтому пользуйся, опять же, промокод будет в описании. Теперь давай переходить к документации Озона. Буквально пару моментов отсюда я хочу взять и рассказать о них тебе. Но опять же, что такое трафарет на Озон? Это тоже продвижение в поиске, в рекомендациях и в категории на первые места. Но в отличие от продвижения в поиске, где мы платим процент от заказа за продажу, трафареты работают независимо от того, есть у тебя продажи или нет. Они работают по принципу, ну, допустим, таргетированной рекламы такой автоматической. И здесь уже наша эффективность более понятна, так как мы видим CTR, показы и так далее. Ну, то есть трафареты могут дать гораздо больше результатов, чем может дать продвижение в поиске. Ну, по понятным причинам. Даже продвижение в поиске будет тебя продвигать, если у тебя будут заказы. А если их не будет, то тогда, ну, как бы Озону просто невыгодно показывать тебя на первой позиции. А вот с трафаретами все работает иначе. И если ты плачешь за показы, то все понятно. Там у тебя условная цена 50 рублей за 1000 показов. И независимо от того, есть у тебя заказы или нет, Озону выгодно тебя кидать. Ну, опять же, понятное дело, что Озон больше заработает, если они у тебя будут. Но, как бы, если у тебя их и не будет, то в любом случае бюджет может откручиваться. Далее, это то, каким же образом в итоге выделяется наш товар. Я, кстати, в выпуске общем про рекламу на Тубану, и я даже не знал этой новости. Но вот сейчас подготовился и готов рассказать тебе. Смотри. Все, соответственно, запросы, которые у нас будут, будут подсвечиваться. В каком виде? Соответственно, у тебя будет на привычной фиолетовой подложке наш товар показываться. С лейблом молнии под названием товара. И вообще никак не будет отмечаться, что это трафарет. Озон посмотрит, как покупатель будет реагировать на это. И уже сам примет решение, как поступать с твоим товаром. Ну и далее, смотри. Опять же, это все будет показано на третьей и последующей страницах выдачи. В блоке над поисковой выдачей на сайте. Или в блоке спонсорские товары в мобильном приложении. Помимо этого, в рекомендательных полках, в карточке товаров, в корзине, на странице заказа на сайте, после оплаты заказа, в отзывах и вопросах к приложению. Для части покупателей в разделе, возможно, вам понравится на главном экране приложения. Поисковые фразы при этом, категории и карточки, на которых показываем рекламу товаров, подбираются автоматически. И это главная проблема, как мне кажется. Вот почему я не могу видеть статистику того, какие ключевые запросы были, какая аудитория была, почему Озон дает мне выбрать аудиторию для рассылки, но не дает выбрать ее для рекламы. Автоматическая реклама всегда работает хуже. Это я как человек, который кучу лет проработал таргетологом ВКонтакте и, опять же, контекстную рекламу в Яндекс настроил. Ничего автоматического пока что не работает хорошо. И вот здесь это проблема трафаретов отчасти. Но, с другой стороны, если ты новичок и вообще не в курсе за эти marketplace и ваши рекламы и прочее, то для тебя это огромнейший плюс. Почему? Потому что настроить это все можно за 2 минуты и начать получать твои первые продажи. Независимо от того, есть у тебя отзывы или нет. Это все вообще здесь не важно. Давай теперь перейдем к тому, чтобы настроить это все, показать тебе, как это работало у меня, как смотреть аналитику и так далее. Для этого я захожу в личный кабинет Озона. И вот здесь вот в графе продвижения я перехожу, соответственно, в трафареты. Нажимаю, и в данном случае я уже находился здесь. Смотри, что у нас здесь показывается. Ну, во-первых, давай сразу поговорим про то, как выглядит это все в личном кабинете. Для начала у нас здесь есть ID компании, если вдруг ты решишь писать, соответственно, в поддержку. Название компании, которое ты делаешь исключительно для себя. Размещение, которое вообще непонятно нафиг здесь нужно, потому что оно только автоматически есть. Статус, активно-неактивно. Ну, в моем случае просто в фильтре стоит так, чтобы показывались только активные компании. Количество заказов, которые показываются за то время, что ты выбрал вот здесь, вот в дате, то есть за сегодня. И по заказам я на всякий случай уточню тебе заранее. Смотри, так уж вышло, что Озон странная штука. Вот у тебя есть вот здесь вот DRR. Это, соответственно, доля рекламных расходов. Вот такая вот сложная, сложный термин для меня достаточно. И смотри, так вышло, что если мы посмотрим сейчас с тобой, 27-е, 29-е, например, число у меня, то мы увидим, что мой DRR 21% и 24%. При этом, если мы посмотрим по заказам, то было их на условно там, ну сколько у нас получается, на 3,5 тысячи, грубо говоря. Но на деле заказов у меня было больше. И я не сомневаюсь, что это все трафарет. Понятное дело, срабатывает накопительный эффект от тех, кто добавляли в корзину, добавляли в избранное и так далее. Но так же вышло, что по моему опыту, по опыту моих знакомых, ну, опять же, опыту, который есть у меня от нескольких магазинов, нескольких форматов товаров, могу сказать только одно. Трафареты не учитывают все твои заказы. При этом, как проверить то, что все твои заказы действительно от трафаретов? Выключи рекламу. Какое-то время у тебя продолжатся заказы просто от, ну, соответственно, вот этого вот снежного кома, который и является добавлением в корзину и в избранное во время, когда твоя реклама откручивается. Но потом они пропадут. И, ну, вот так вот работает Озон. Нельзя не бустить твой товар. У кого-то работает продвижение в поиске, но, опять же, там вообще минимальное количество людей. В основном, ты почти всегда должен использовать трафареты для того, чтобы продаваться. И, соответственно, вот этот вот ДРР, 21%, я делаю в каком виде? Вот отсюда, если ты считаешь юнит экономику, никогда в жизни его не бери. Возьми просто все твои расходы на конкретный товар за конкретный промежуток времени. Например, если тебе надо посчитать юнит экономику и понять, сколько тебе в себестоимости обходится твой товар, возьми все косты на него. А вот ДРР посчитай в каком виде? Посчитай, сколько ты просто потратил на этот товар за прошедший месяц. После чего, соответственно, раздели количество товара на рекламные расходы и получи то, сколько стоит одна продажа. То есть, в таком формате будет сделать это правильнее. Для того, чтобы не смотреть сюда и думать, я плачу 24%? Серьезно? 24%? Не, ну, конечно же, поменьше. У меня бывали моменты, когда у меня показывался ДРР 50%, и он работал. Ну, и в целом я не отключал, хотя я смотрю за аналитикой постоянно. Потому что я понимал, что здесь показывается 50%, но на деле там для нового товара это было процентов 25%. И в целом это, несмотря на то, что много, меня устраивало, потому что карточка прокачивала. Неважно, планируешь ли ты начать продавать на Marketplace. Или же просто ищи для себя новый дополнительный источник дохода, который будет увлекательным и интересным. Приходи на мой интенсив по дизайну инфографики. Там за 6 дней ты получишь все необходимые знания для того, чтобы стартануть свой путь. Для дизайна на своих товарах, или же создавая их для клиентов и получая дополнительные деньги, либо же сделав это своей профессией. Обучение уже доступно по ссылке в описании. Скидка 75% и начать можно прямо сейчас, потому что оно в записи, а поддержка в чате от меня действует независимо от даты старта. А также все домашки буду проверять лично я. Поэтому приходи, учись вместе со мной и давай продолжать ролик. Ну и далее, соответственно, как ты видишь, да, у нас здесь показывается средняя цена за 1000 показов. Я в данном случае плачу в своих рекламных компаниях за клик, поэтому мне все равно на нее. А далее CTR моей рекламной компании, средняя цена клика, заказы, общий бюджет. Общий бюджет это когда нам нужно обратить какую-то конкретную стоимость. Опять же, смотри, когда мы дальше попытаемся создать вот на эту кнопочку нашу рекламную компанию, он нам предлагает два варианта за показы и за клики. И чем это вообще все отличается? Давай я разложу свою теорию, почему реклама за показы может быть выгоднее, чем за клики. Хотя вроде бы за клики мы платим за результат. Так, вот давай, допустим, посмотрим на мои компании. И мы увидим, что у меня где-то здесь есть 2,7 CTR процента, а где-то есть 0,57. Ну тут, наверное, показов не так много, но не важно. Вот есть 0,98 у меня где-то есть, соответственно. И мы с тобой смотрим и думаем, типа, ну окей, 0,98 процентов. Вот здесь вот мне точно выгоднее показываться за клик на данный момент. Почему? Дело в том, что 1% CTR означает то, что из 1000 показов на меня кликнут 10 человек. Ну, в лучшем случае. И опять же, мы здесь видим то, что из-за того, что у меня ставка идет за клик, у меня было 32 клика и средняя цена 1000 показов у меня была 40 рублей. Но платил бы я стоимость, там, примерно 100 рублей, ну давай, допустим, 80 рублей, бы мне где-то вышло бы 1000 показов, если бы мой CTR был больше. Почему? Потому что CTR это процент тех, кто кликнули, от тех, кто посмотрел. То есть, на что я тебе намекаю? То, что если у тебя вдруг CTR, там, ну вот, допустим, у меня 2,77 процента, то тогда для меня, смотри, какая история. Я плачу за 1000 показов уже 197 рублей, но при этом, создавая рекламную кампанию, я мог бы рассчитывать на то, что при таком CTR, моя стоимость за 1000 показов была бы 120 рублей. И сейчас я тебе это покажу. Потому что вот это вот, это самое главное, что нужно разжевать тебе, как новичку, чтобы ты понимал, в каких случаях цена за клик может быть выгоднее, чем цена за 1000 показов, если ты никогда до этого с рекламой не сталкивался. Я делал в том, что помимо того, как настраивать рекламу на Озон, много-много лет, как я и сказал, настраивал рекламу во ВКонтакте. И там логика абсолютно такая же. Поэтому я, когда заходил в этот кабинет, особенно когда добавили 1000 показов, я такой, о, прикольно, это примерно то же самое, чем я занимался там всю свою жизнь. И, соответственно, так у нас красная точка от маркера осталась. Ну, ладно, ничего страшного. Это главное. То есть ты смотришь всегда показатель 1000 показов и клики. После чего смотришь, соответственно, CTR. И дальше ты уже выбираешь. Вот смотри, допустим, у меня есть кошачьи, так, это у нас кошачьи миски, у которых CTR 277%. При этом мы будем учитывать то, что у нас здесь цена за 1000 показов 197 рублей. Давай мы теперь зайдем быстро в саму компанию. Так, надо сделать меньше, чтобы тебе было удобнее видно. И мы видим, то, что здесь моя ставка на один клик 6 рублей при конкурентной ставке 3%. Давай теперь сразу разберемся здесь. Ну, во-первых, что здесь в принципе есть, когда мы проваливаемся внутрь рекламной компании? Опять же, ее название, которое нужно для тебя, ID компании для поддержки, статус, сколько товаров у тебя участвует всего, расход за сегодня, клики за сегодня, в каком формате идет размещение. Ну, вот это все уже мы и видели с тобой. Стратегия фиксированная цена. Далее, период, с какого числа она показывается, дневной бюджет этой компании и автодобавление товара. Далее, здесь же у нас есть артикул нашего товара, наименование, дата его добавления сюда. И помимо этого все, старая новая цена. И далее мы идем, конкурентная ставка и ставка на один клик. Опять же, конкурентная ставка, это не самая высшая цена, это средняя от всех рекламодателей в этой категории. То есть, поставив 3 рубля, мы будем понимать, что мы где-то вот в серединке. Но при этом трафареты стали ужасно работать в последние пару месяцев. И бюджет за день просто не откручивается. У меня были тесты с двумя рублями, потому что 2, самая минимальная ставка, как видишь, я могу там поставить просто 2. И я тоже получу какие-то показы. Но мой бюджет, 550 рублей всего лишь на товар, не открутится. И это вот самая главная проблема, то что сейчас реклама на Озон выглядит в каком виде трафареты? У тебя может не откручиваться твоя рекламная кампания. Даже если у тебя хороший CTR, потому что CTR у меня 3%, он нормальный. Далее ты пишешь, например, поддержку, она тебе отвечает неделю, говорит, сейчас разберемся. И пропадает еще на неделю. Далее ты такой, окей, ладно, если конкурентная ставка 3%, я поставлю 6 рублей. И, ну, будет же все нормально, но тоже не факт. Я вот до 9 догонял, и вообще почему-то моментами он не хочет делать то, с чем я его прошу. Но при этом я почти уверен, что, изменив кампанию за показы, что мы сейчас с тобой и сделаем, я бы, возможно, собирал бы больше охват. Ну, не говоря о том, что мне бы клики стали стоить дешевле. Далее. Давай вернемся назад в трафареты и нажмем создать нашу кампанию по трафаретам. Дальше здесь он сразу нам показывает, как подсвечиваются товары, но это уже не совсем правда, потому что они немного это изменили, как мы с тобой поговорили вначале. Название кампании. Для себя я могу написать, соответственно, миски, кошки, так, показы, например, и давай, допустим, апрель. Ну, просто, чтобы нам было удобнее понимать. Всегда подписывай такие вещи, чтобы потом не запутаться просто. Дальше оплата. Видишь, за показы ставка назначается на 1000 показов, и списывается за показ, либо же ставка назначается и списывается за клик. Дальше здесь. Максимальный охват – это то, что никогда в жизни не используй. Я уже рассказывал в ролике, в общем, про рекламу на Озон, как я покрутил его буквально пару часов, и он мне съел просто, съел дневной бюджет. Вот там вот он расходуется вообще шикарно, при этом с нулевой эффективностью. И поэтому, конечно, пока что, мне кажется, нужно, чтобы они его дорабатывали. Показы по фиксированной цене при этом работают, и минимальное, что мы можем поставить – это 550 рублей. Это важно, то, что нужно знать. После чего у меня здесь есть список моих товаров. Как и с продвижением в поиске, обязательно учитывай, что здесь все показывает склад Озона, и помимо этого показывает, соответственно, твой склад. Поэтому важно, чтобы ты в один момент случайно не поставил там просто ФБС, и у тебя там одна штука всего, которая продвигается. Принято, что покупать будто оттуда и оттуда, но это важно. То есть, соответственно, тебе нужно поставить то, где находится твой товар в первую очередь. Далее, я выбираю, соответственно, мой товар, нажимаю на него галочкой, и вот он у нас. Все, я добавляю только один его. Далее, здесь, что тебе нужно учитывать? Видишь, ставка на 1000 показов здесь 97 рублей конкурентная. То есть, я могу поставить 150, и это будет дешевле, чем я сейчас плачу за клик, потому что в данном случае просто CTR мой зарешает. Дальше. Здесь, опять же, тебе обязательно нужно включить вот этот ползунок, иначе компания не начнет работать. И все. В целом, компания через час плюс-минус начнет давать твои показы. Дальше. Если мы зайдем теперь в продвижение, и давай посмотрим, ну, допустим, какую-нибудь из компаний, то мы увидим слева от «Добавить товары» кнопку «Скачать статистику». Она есть, когда проваливаешься внутри компании. Давай сейчас нажмем, выберем период, за который мы хотим сгруппировать. Ну, давай, допустим, за три дня. Здесь мы можем, соответственно, сделать эту самую группировку. Допустим, по дням. Для того, чтобы нам было понятнее то, насколько эффективно наша компания была. Как с продвижением в поиске, после этого страницу нам надо обновить и посмотреть здесь готовые отчеты. Опять же, занимает какое-то время, поэтому нам придется с тобой подождать, и после чего делаем вот так. Итак, прошло уже целых 20 минут. 22. А с момента, как я жду этот отчет, чтобы вы понимали, я жду отчет за три дня, с разбивкой по дням, за один день, за один день, и он мне его не выдает. Вот, и это, ну, периодическая практика. Если ты помнишь в ролике про продвижение в поиске, тоже была такая история. Как бы, ну, я просто не вижу смысла задерживать, потому что главное, что я хотел тебе объяснить, я смогу объяснить и так. Смотри, вот эти графы будут у тебя, соответственно, в твоем отчете. То есть, SQI, название товара, все понятно, цена товара, показы, клики, CTR. Ну, то есть, все это, вот здесь вот конкретно, смотри, есть у меня и вот тут. То есть, если я, допустим, просто перейду в компанию, то я все это увижу и здесь. А для чего тебе нужен отчет тогда, хочется спросить? Дело в том, что мои товары разбиты один товар на одну компанию. Я на данный момент так сделал, чтобы это было просто удобнее, потому что бюджет все равно не откручивается, и разницы нету. Я что-то так, 200 рублей на товар потратить, что-то так. Но, соответственно, у многих, кто продает, у них все товары, допустим, по категориям, скомпонованы в одной компании. И вот ты скачиваешь этот отчет. Давай мы на всякий случай еще раз посмотрим, чтобы, ну, не быть с претензией какой-то. Нет, его просто нету. И, соответственно, здесь ты уже смотришь внутри отчета CTR на конкретный товар, количество заказов на конкретный товар и так далее. То есть, если у тебя несколько товаров в твоей компании, что, ну, скорее всего, так и нужно сделать, соответственно, отчет тебе поможет получить необходимые данные о конкретной единице товара. Ну и далее. Как все-таки лучше всего, как по мне, разбивать, соответственно, товары по компании? Смотри, все зависит от твоего бюджета. Дело в том, что за каждую компанию ты будешь платить 550 рублей. Минимал. Но эти 550 рублей не факт, что открутятся. Вот смотри, у меня одновременно стоит раз, два, три, четыре. Ну вот сейчас мы с тобой сделали пятую компанию. Ну, грубо говоря, у меня было четыре компании. При этом, если мы возьмем с тобой статистику за три дня, то мы узнаем, что я потратил на рекламу, там, ну, грубо говоря, там, 1200 рублей. А должен был бы, здесь вообще 17, но должен был бы, ну, прям много, то есть 6000. Поэтому здесь такая история, что, во-первых, можно занижать своей ставкой, а во-вторых, Озоны сам нынче справляется и занижает твои показы, даже если ставка нормальная. Ну, с этим, как бы, никуда. И, соответственно, что мы с тобой получаем по итогу? Я бы рекомендовал это делать в таком виде, что все твои, соответственно, товары, которые есть в одной категории, ты закидываешь в одну компанию, в другую категорию, в другую компанию. И, например, можно еще дополнительно разделить это все по самому типу товаров. Ведь если у тебя есть, допустим, пять разных видов миски для кошек, то, ну, сделаем отдельную компанию. И тогда тебе будет более-менее понятна статистика. Ну, а на этом все. Надеюсь, что это видео было для тебя полезным. Обязательно ставь лайк, если понравилось и ты узнал что-то новое. И подписывайся на этот канал. Ведь здесь каждый день я стараюсь говорить про маркетплейсы и дизайн для них. И обязательно посмотри вот эти видео. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok